И спустя 21 год бендерская трагедия жива в сердцах не только тех, кто знает о кровавой истории из учебников, но прежде всего и тех, кто стал невольным свидетелем войны 92-го. Кристина Александровна в те страшные июньские дни добровольно оказывала помощь раненым. Почти каждого захороненного на западном кладбище знала лично. Но, увы, здесь встречаются и такие безымянные могилы. Не могу забыть, кому глаза закрывало, сколько много прошло через мое сердце. Живые цветы от бендерской делегации этим ранним утром легли на могилы гвардейцев, добровольцев и ополченцев, которых по причине кровопролитных сражений памятного лета невозможно было похоронить в бендерах. Одна из первых могил здесь, Баймашкина Равили Осимовича, это мой личный друг. Поэтому, помимо всего прочего, я принципиально всегда стараюсь попасть сюда в эти поминальные дни. Кладбище Дальнее стало следующим на поминальном пути руководства города Бендер. Оценку подвига погибших здесь никто не давал. Они и так хорошо известны каждому приднестровцу. Если мы не будем помнить свою историю, если мы не будем помнить подвиг тех людей, которые в 92-м году отстояли право жить на этой земле, отстояли независимость, если мы об этом не будем говорить и это будем забывать, то у нас и будущего не будет. Это наш святой долг и каждый гражданин Приднестрова, у меня нет в этом сомнений, его соблюдают. Далее памятное возложение цветов продолжилось и в селе Парканы. Екатерина Алексичук, Олег Бахчеван, Первый Приднестровский.